В библиотеке имени Соболева предлагают попрощаться с оружием. Там открылась выставка жителей Невского района, который из военных артефактов делает мирные произведения искусства. Ржавое эхо войны Олег Оголодков собирает уже третий год. Осколки мин и снарядов в его руках превращаются в диковинных птиц и зверей. А пулеметные гильзы и фрагменты оружия порой обретают неожиданно философский подтекст. Например, эта ваза сделана из реактивного снаряда «Катюши». На ней православный крест, полумесяц и звезда Давида. Это своеобразный памятник сразу трём бойцам. Наткнулись на одно захоронение, состоящее из трёх человек. Как потом выяснилось, когда они всех откопали, вот это наши русские солдаты, молодые. У всех были жетоны. По фамильности всех определили. Один был узбек, как я сейчас помню. Один русский, один еврей. Экспозиция приурочена к грядущему дню Защитника Отечества. Для Олега это первая самостоятельная выставка. К слову, сам он художником себя не считает. Признаётся, что даже рисовать толком не умеет. Но создавать целые композиции из бесформенных кусков рваного железа ему это не мешает. Посмотреть на то, как отголоски военных лет обретает вторую жизнь, в библиотеке имени Соболева можно будет до конца марта.